Его святейшество Шилохаладарасвами, лекция, прочитанная на Шрава на Мэйле, 13 февраля 2023 года в Майпуре. Кришна говорит Багладгите, никто не превосходит меня. Кришна превосходит всех, это абсолютно истина, никто не равен Ему. Никто не превосходит Его. Все подчиняются только Кришне. Кришна превосходит всех. И Кришна является Гуру. Нет, над Кришной находится еще одна таттва. Кто является Гуру? Любовь Радхарани. Любовь Радхарани. Хотя Кришна – это верховная личность Бога, но Кришна подчиняется Любви. Любовь может подчинить Кришну. Чья любовь? Любовь Шимати Радхарани. Любовь Радхарани стала Моей Гуру, говорит Кришна. Итак, тот, кто является Верховным Повелителем, кто контролирует все, живые и неживые существа, подвижные и неподвижные. У богов, обычных живых существа, его контролирует Любовь. Итак, Радхарани является Гуру в том смысле, что Любовь Радхарани является Гуру для Кришны. Любовь Радхарани и сама Радхарани не отличны. И эта Любовь нисходит по системе Парампары. И это Гуру Татва. Это все не измышления. Вы можете это все увидеть в Татве. Это все не сходит с Духовного Мира. Они видят состояние падших обусловленных душ и сострадания, они обращаются к Радхарани и Кришне. Пожалуйста, я хочу пойти и проповедовать. Смотрите, как Шива Парупада, 70 лет. В 70 лет все хотят уйти в отставку. Нам 50-55, мы хотим уже в отставку уйти. А он все время беспокоился о том, как проповедовать, как проповедовать, как проповедовать. Это естественная склонность возникает из общения. Естественная склонность спутников Кришны. Иногда Кришна сам посылает их, иногда Кришна сам приходит сюда по своей собственной воле, чтобы спасать обусловленные души. Итак, это Гуру Татва, это Радхарани Татва. Радхарани – это Гуру. Радхика преми Гуру. Вы можете найти это в читании Чаретки, в 4 главе 1.23. Там говорится об этом. В Гуру включают в себя две энергии. Как эта милость нисходит, мы еще обсудим, но сейчас должны говорить, кто такой Гуру. Какова природа преми Радхарани? Вы знаете природу вожделения. Все время беспокоиться о том, как обрести больше желания, больше удовольствия. Все время беспокойство, неудовлетворенность. Это материальный мир. Этот материальный мир на грубом и тонком уровне везде только вожделение. Еще Прабхупады говорил очень хорошие вещи. Прабхупады сказал, что последнее проявление вожделения – это имя, слава и престиж, положение. Это тоже вожделение. Итак, здесь доминирует вожделение. Все время беспокойство, неудовлетворенность, соревнования. Как я хочу стать великим. Депрессия, безнадежность, неудовлетворенность. Как это сказать, что неудовлетворенность. Все время чувствуем беспокойство. Но в любви есть сильное желание, как служить Кришне, как доставить удовольствие Гурую Кришне. Постоянное стремление к этому. Как удовлетворить Кришну. И это любовь, это любовь Радарани. Ашли Шива Падаратам. Это и есть Гуру. Это любовь и является Гуру. Эта любовь нисходит по системе Парампара. Это энергия милостива, так можно сказать. Милостивая энергия. Вот она исходит, нисходит. Спускается в этот мир. Гуру содержит в себе две милостивых энергии. В объединенной форме две милостивые энергии объединяются внутри Гуру. В нашей сампродае мы говорим, что Радарани и Ниттиянанда Прабу это два изначальных гуру. Как можем сказать. Мы должны изучать шастры очень тщательно, очень искренне. Если будем молиться Гурдеву, мы сможем понять, что хотя Радарани она превосходит, но она свободна от Гауравы. То есть она свободна от чувства превосходства. Хотя она Гуру, она свободна от чувства превосходства, что я всем буду управлять это. В любви это так. В вожделении там нужно все контролировать. В любви есть настроение служения. Есть зрелое настроение служения. Зрелое это настроение. Как Шрила Бхахстан Зарасвати, так Гуру говорил, если вы очень удачливы, то как только вы увидите Гуру, то вы покончите со всем остальным. Все ваши материальные квалификации, все превратится в ноль. Гуру Даршан означает, вы не можете сравнить. Иногда мы думаем, чего недостает у Гуру? Как это сказать? Может быть, у Гуру не достаёт знаний. Может быть, Гуру в чём-то не квалифицирован. Нет, это не Гуру Даршан. Когда наш разум сравнивается, это означает, что мы всё равно находимся в материальном сознании. И это не Гуру Даршан. Эта милостивая энергия, она никогда не зайдёт в наше сердце. Поэтому мы не можем посвятить свою жизнь, мы не можем служить Духовному Учителю. К нам не приходит Дух посвящения. И эта жизнь полная страданий. Это духовная жизнь, но полная страданий. Вы знаете, что духовная жизнь – это счастливая жизнь, но эта духовная жизнь полна страданий, духовных страданий. Потому что эта милостивая энергия, она спускается, и ум создаёт проблемы. Итак, Нитянанда Прабху и милостивая энергия Нитянанда Прабху, они объединяются вместе и спускаются в этот материальный мир. Поэтому можем видеть, что Шопру падает. Мы индийцы. Мы даже боимся говорить здесь о Горанги Нитянанде. Индийцы, они не могут понять, они говорят, Горни Тянанда – это просто саньяся, это не святые люди, они так думают. Но Шопру пада поехал на запад и в каждом храме он установил Горни Тай, Горни Тай. Это означает «уполномоченная ачарья». Это милостивая энергия Радхарани приходит, чтобы уполномочить. Но настроение преданных, которые следуют за Радхарани, это настроение преданных. Смотрите, Баварам – это изначальный гуру, а у него все равно настроение преданного преобладает, Бхакта Бхава. И это и есть богословение Горни Тай. Кришна принимает настроение преданного, Баварам принимает настроение преданного, и принимая на себя настроение преданного, он обращается к Кришне. Иногда у нас есть какие-то сомнения в чистых преданных. На самом деле, никто не может обратиться к Кришне, кроме чистых преданных. Никто не может говорить Кришне Катху, не повторяя за чистыми преданными, а иначе будет просто Майавада. Это просто имперсонализм. Нет. Поэтому гуру означает Пракаша Виграха. Гуру проявится, Кришна проявится через гуру. Мы не должны указывать ни на какую личность, как наш Гурдев говорил. Шилл Гургамиде Свами говорил. Это таттва. Вам нужно просто осознать, вам нужно молиться. Кто заботится об этой энергии милости? И как заботится об этой энергии милости? Мы можем понять это из комментариев Шилл Праупада. Харуна-хаби, праджи-радха-кришна-паби. Нитарья, харуна-хаби, праджи-радха-кришна-паби. Нитарья, харуна-хаби, праджи-радха-кришна-паби. Кто создает препятствия? Нитинанда Прабху милостив. Нитинанда Прабху представляет духовного учителя. Его духовный учитель представляет Нитинанду. И он также милостив. Но кто же создает препятствия? Проблемы? Мы можем сказать, что всегда ложное эго, ложное эго всегда создает препятствия. Препятствия в том, чтобы получить эти полномочия. Нитинанда Прабху пришел, спутники Нитинанда Прабху пришли. Они пришли сюда, чтобы вдохновить нас. Но мы сражаемся, потому что из-за этого ложного эго Аханкара Матта Гоя Аханкара Матта Гоя Нитай Падапасарья Ассаттия Расаттия Коримани И это и есть вывод. Почему необходима милость Нитинанда Прабху? И гуру состоит из двух милостей. Милости Нитинанда Прабху и милости Радарани. Но одна вещь. Пока Нитинанда нас не распознает Вы знаете, как, например, в нашем процессе получения инициации в ИСКОН Рекомендация нужна. И вас будут проверять. Вы будете сдавать экзамен. Вы всем критериям соответствуете, вы квалифицированы преданными, вы искренне слушаете. Тогда вы получите рекомендацию. Это важно. Вам дают рекомендацию. И кто дает рекомендацию? Он должен быть очень искренний. Как только рекомендация дана, гуру говорит, хорошо, хорошо. Радарани такая же. Каждый говорит, я обращусь к Радарани. Нет, ты не можешь обратиться к Радии. Это невозможно. Это глупость. Смотрите, это четвертое измерение, наш гурдев говорил. Все эти темы, которые мы обсуждаем. Махапрабху, он закрыл дверь Гамбиры и обсуждал с Рай Раманандой, с Руктамадарой. Даже его духовных братьев там не было. Даже его личный слуга не был там. Запирая дверь на засов, они обсуждали об этой любви. И так мы не можем обратиться к Радье. Но Радарани есть. Одна из лекций, которую давал наш гурдев. Гуру Сева – это Шримати Сева. Очень трудно это понять. Это очень возвышенные темы. Итак, служение духовному учителю – это служение Радарани. Как? Потому что объединенная форма, милостивые формы, милостивые энергии объединились в форме духовного учителя. Итак, ученик должен молиться. Три вещи. Самые важные в нашей духовной жизни, в которых мы должны молиться. Первое – это предаться. Круппад сказал, пока человек не предаться. Где же это? Да. Бхагвад-гита в лекции по 2 главе 13 стихе в 72 году Хаидарабаде. Обязанность ученика – предаться духовному учителю, что Круппад говорит. Когда мы предаемся духовному учителю, это означает, что мы предаемся всей системе парампы. Мы предаемся всем ачариям через гуру. Когда мы приносим поклоны гуру, это означает, что мы приносим поклоны всем ачариям. Наше настроение должно быть таким. Мы выражаем почтение в настроении предания. Поэтому Швуппад говорит. Обязанность ученика – полностью предаться духовному учителю. Пока мы не сможем предаться, мы не сможем никого принять своим духовным учителем. Итак, если вы не предались, но когда вы предаетесь духовному учителю, духовный учителем означает, что он предался своему гуру. Смотрите, три вещи постоянно спускаются на нас в этой системе парампы, не сходят на нас. Итак, первое. Мы ученики. Мы молимся гуру. Мы предаемся гуру. А гуру предается? Его парамгуру. Парамгуру. И его гуру предается его гуру. Итак, этот процесс предания, настроение предания достигает Кришны. Почему эта парампара является истиной? Каждый предается, каждый предается предыдущим ачарям, предыдущим ачарям. Поэтому эта милость, милостивая энергия не сходит. И вторая вещь. Никто не принимает служение. Все принимают служение только ради гуру, ради Кришны. Как наш гуру всегда говорил, Гуру открывает Кришна-самсару. Гуру не принимает никакого служения. Если бы гуру принимал служение, то это не гуру. Он даже не квалифицирован, чтобы стать учеником, чтобы говорить о том, чтобы быть гуру. Нет. И это высказывание Бхактиседданца Расавета Куру. Если Баларам совершает Раса Лилу. Как же это возможно? Баларам – это Пракаша Виграха. Во Вриндаване он развивает настроение преданного. У него есть родительская любовь. Дружба есть. Но как он может совершать Раса Лилу вместе с Гопией? Комментарий, что Бхактиседданца Расавета Куру Павпад говорит, нет, существует таттва. Баларам? В тот момент внутри Баларамы находился Кришна. На самом деле Кришна совершал Тураса Лилу через Баларама. Как же это возможно, что Баларама совершал Турасу? Итак, гуру таков. Гуру просто... На самом деле это все Самсара Шива Павпады. Павпада занимает нас. И когда он занимает нас... Первое – это предание. Когда мы предаемся, мы обращаемся к Кришне. Я ученик, я предался гуру. Пока я не предал своему гуру, я не ученик. Что говорит я гуру? В духовном смысле просто ноль. Согласно тому, как мы предались, милостивая энергия будет спускаться на нас. Не только предание еще есть. Вторая вещь – это служение. Настроение – служение. И это служение также достигает Кришны. Мы обретаем духовные эмоции, духовную силу, поэтому мы служим. Смотрите, все юные... Кто-то юнг, кто-то стар. Это невозможно для обусловленной души, у которой есть материальные чувства. Мы можем потратить весь год на семью, но один час потратить на Кришну очень трудно. И так майя все время создает проблемы для нас. Это не так уж легко. И так согласно нашему преданию. И вторая вещь – это служение. Наше служение также достигает Кришны. И так мы служим духовному учителю. Духовный учитель, как Шилупруппада говорил... Как Шилупруппада говорил своим ученикам... Мой Гурудев прислал всех вас. Поэтому Шилупахстан Заразвати Такур сказал... Гуру никогда не принимает учеников. Гуру принимают гуру. Да. Таково положение к гуру – это на самом деле положение радарани. Нитянанды Прабху. Каждый оказывает почтение этому положению. Это высочайшее положение – это любовь радарани. И также есть сострадание Нитянанды Прабху. Поэтому Шилупруппада говорит... Обязанность ученика полностью предаться духовному учителю. И пока он не предался, он не может никого принять своим духовным учителем. Смотрите, если никто не предался, у него нет духовного учителя. Он может сказать... Это мой духовный учитель. Но для него ничего не проявилось, не раскрылось. Он продолжает поддерживать материальное сознание, материальную квалификацию. Просто сражается с своей жизнью. Но если мы предаемся, мы обращаемся к Кришне через Гуру Парампуру. Так и должен предаться своему Гуру. А Гуру означает... Радарани, можем сказать, что... Что эта любовь является собственностью души. Эта любовь уже свойственна душе, но она все равно предается Кришне. Итак, предание помогает нам достичь Кришне. Служение помогает достичь Кришне. И третье, очень важная вещь, это молитва. Три эти вещи, с помощью этих трех вещей мы можем понять. Эту энергию милости. Мы должны постоянно молиться. Как Шел Прабхат говорит в истории жизни Аджамилы, Прабхат сказал, что материальный мир очень-очень опасен. Пока вы не сможете искренне молиться... Кришне Макамандра означает молитву. Мы молимся, но настроения еще нет. Смотрите, это и есть проблема. Мы боремся за существование. Каждый говорит, у меня проблема с воспеванием, потому что ты не предался Гуру. Ты не предался всей Парампуре, Гуру Татве. Это все Татва Радарани. Это не Тянанда Прабхат. Мы сражаемся. Потому что настроение молитвы не приходит, молитвеного настроения нет. Мы молимся кому-то, но правильного настроения нет. Вы будете страдать. Если вы будете молиться, вы не будете его сильно беспокоить. Допустим, я обращаюсь к тебе. Почему мы молимся о Радарани и Кришне? О любви. Но настроения молитвы у нас нет. Поэтому мы страдаем. Настроения нет, и материальные желания также присутствуют. И это создает для нас проблемы. И кто спасет нас? Поэтому первые три вещи мы должны понять. Если кто-то хочет понять, что такое Гуру, в первую очередь он должен понять. Гуру — это объединенная форма двух милостивых энергий, энергий милости. Милостивая энергия Радарани, потому что Радарани хочет, чтобы весь мир служил Кришне без двуличия и лицемерия. И стандарт Галлоке Вриндавана — это чистая любовь. Чистая любовь. Никто не может войти на Галлоку Вриндавану, только если у него нет чистой любви. Поэтому рекомендация дается, чистые мы или нет. Мы обусловленные души. Кто очистит нас? Это другой вопрос. Кто очистит нас? Это большая проблема для нас. Мы не можем очистить себя. У нас может быть знание, может быть отречение. Шилупруппада говорил. Очень хороший комментарий, на самом деле. Это наука. Иногда Шилупруппада говорит в комментарии, что это наука. Шилупруппада говорит о Калакришнадасе. Каждый может пасть с возвышенного положения в любой момент. Шилупруппада говорит о Калакришнадасе. Очень хороший комментарий. Калакришнадас попал под... Калакришнадас описан Мадьялили. Калакришнадас попал под влияние женщины и сословия цыган. Даже если человек может общаться с сочетанием Махапрабху, Майя может его сбить с толку. И он может оставить это общество из-за небольшой независимости. Из-за небольшой независимости, смотрите, это слово очень важное. Крошечная независимость. Майя настолько сильная, потому что мы живем здесь. Это место Майя. Наш Гурдев говорил, вы спите на коленях у Майи. Вы схрапитесь, спите, наслаждаетесь, танцуете, едите. Все действия совершайте. А все это основано на Майи. И крошечная независимость. Вы должны это осознать. Вы предны. У вас есть. Кто сможет проверить эту независимость? Обнаружить ее. Кто обнаружит ее? Кто проверит? Иногда мы даже не знаем, что у меня есть независимость, что я независим. Смотрите, это духовная жизнь. Но в тонкой форме независимость присутствует. Мы повторяем слова Гуру, мы служим Гуру, мы находимся рядом с Гуру, но все равно независимость к нам приходит. И как она приходит? Потому что ложный эго есть. Поэтому нитянанда, нитайр каруна габи, нужна рекомендация от нитянанды прабу. Итак, если кто-то хочет распространять любовь или быть уполномоченным наделенным любовью, вы должны стать дорогим преданным Гауранги. Дорогим преданным Гауранги Махапрабу. Даже не просто преданным, а дорогим преданным Гауранги Нитянанды. Гаура нитай. Это должно быть нашим достоянием, достоянием, богатством. Да. Пока нитянанда прабу не пролюет милость, это короче на независимость, вы знаете. Пока нитянанда прабу не пролюет милость, это короче на желание будет нашим сердцем. Это ложная гордыня, арханкарамат такой, нитайпада пашария. Все препятствия, все анардхи. У нас, как мы можем их преодолеть? У нас нет могущества. Мы, может быть, квалифицированы, может быть, мы проповедники, может быть, может быть, но мы не можем спасти себя без милости нитянанда прабу. Это милость нитянанда прабу. Как только нитянанда прабу пролюет милость, тогда у вас разовьется желание, желание, стремление, духовное стремление, как обратиться к Раде, к Радаране и Кришне. Без нитянанда прабу это невозможно. Нитарька руна хабира в раджи рада Кришна пабира. Итак, гуру, духовный учитель, это объединенная форма. Нитянанда прабу он несет в себе энергию милости нитянанда прабу и Радаране. Это система гуру, ученик, гуру, ученик. Я не квалифицирован чтобы описывать все эти вещи на английском, но я попытаюсь зависеть, полагаясь на Шилупру Паду и на всех вас, попытаюсь это описать. И так мы не должны это спутать ни с какой другой личностью. Это гуру Тату, это милость Радарани, которая нисходит. И так мы можем видеть комментарии Шилупру Пады. Шилупру Пады говорит Шиман Бхагаватам. Шиман Бхагаватам. Гурош не дать освящиеся. Комментарии, читая чертам это Шилупру Пады очень хорошо описывает комментарии Шидары с вами. Он говорит, таково настроение ученика, который в большей степени покорен духовному учителю. И как нисходит эта милостивая энергия? Она нисходит от гуру к ученику, от гуру к ученику, от гуру к ученику. Гуру Шишья Парампара. На самом деле это нисходит от ученической преемственности, мы говорим. Мы говорим, гуру Шишья Парампара, но на английском Шилупру Пады написал disciple succession ученическая преемственность. Итак, когда мы несем себе настроение преданного ученика, тогда эта милостивая энергия будет спускаться на вас. Настроение ученика. А что такое настроение ученика? Шилупру Пады писал здесь. Какова квалификация ученика? Каким должен быть настроение ученика? Это является в высшей степени необходимо, чтобы ученик полностью покорился истинному духовному учителю. Покорился. Полностью покорился, покорно следовал. Эти две вещи у нас нет. Как кусок железа. я не знаю английского кусок железа. В нашем сердце есть все эти качества плохие. мы не предались из-за материальных качеств. Знаете, это наша карма. Как, например, ржавое железо. Это наша карма. Материальные привязаны такие сильные. Наш гурд всегда говорил, милость может сделать невозможное возможное. Мы все время подсчитываем. Это невозможно для меня. Это невозможно. Да нет ничего невозможного. Смотрите, что сделал Швакраупада. Это разве возможно? Это разве возможно? Это возможно для Кришны отправиться на запад проповедовать на английском языке, часами напролет проповедовать. Кришна поедет, будет готовить. путешествовать. Нет, Кришна приехал в Индию. Он ни с какими даже родственниками не общался. Он не пришел в Арису. С нашими родственниками не общался. Он просто нескольких демонов освободил. Всего несколько демонов освободил. Посмотрите, милостивая энергия Кришны, его божественная милость, его божественная милость. Чья божественная милость? Кришны. Это божественная милость, Кришна. Какова его милость, вы даже осознать не можете. Вы будете молиться Кришне. Кришна, дай мне милость. Кришна, милость? Смотрите, как большие компании. Они даже не знают, сколько денег приходит, сколько уходит. Кришна не знает. Вы хотите знать, какова милость Кришны. Преданные Кришны знают. Только преданные Кришны знают об этом. Вы хотите познать Кришну? Вы хотите узнать о Кришне? Хотите знать о милости Кришны? Обратитесь к преданному, к бхакти. Поэтому Махапрабху воспевают настроение Радхарани. Настроение Радхарани. В настроении преданного он обращается к Кришне. Но когда мы воспеваем, когда мы молимся, когда мы служим, мы делаем это не в настроении преданного. Мы делаем это не в настроении преданного. Я служу Кришне? я служу Кришне. Это разные вещи совершенно. Мы воспеваем Харе Кришне, Харе Кришне, Кришне, Харе Рам, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе Рам. Мы должны принять настроение преданного. Нитянада Прабу точно такой же. Это настроение преданного. Здесь настроение Баларамы не доминирует. Это на стороне преданного доминирует. Оба являются преданными. И пока мы не обратимся к преданному. Следующий вопрос. Здесь Шилапрупада говорит. Как получить эту милость? Это Шримад Бхагватам. Восьмая песня. Шестнадцатая глава. 23 стих комментарий. Если эта милость не сходит, по Гуру Парампари, то как ее получить? Потому что в наши дни, как, например, в случае с Шилапрупадой, он отправился на Запад, и это милость Кришны. И Кришна сразу послал ему искренние души. Преданные не не сказали, где там чистый преданной, где чистый преданной. Как мы можем узнать, кто чистый, кто не чистый? Мы даже не знаем, чистые мы или нет. Мы даже о своем положении не знаем, чистый ли я. Мы не чистые, но мы говорим, кто чистый. Ты понимаешь? Мы даже не чистые. У нас есть отдельные желания, как Бхахстан Зарасаде Такур говорил, что Бхахстан Зарасаде Такур Парупад говорил. Никто не сможет спасти вас от этих дополнительных желаний без помощи Духовного Учителя. Дополнительное желание означает первое желание служить Гуру и Кришне, а все остальное является дополнительным желанием, не доставив удовольствия чистым преданным, не доставив удовольствия Кришне. Если у нас сохраняется другое желание, то это второе желание. И это это жестокая рука Майя. Никто не может освободиться без помощи Гуру от этого. Это очень глубокая Татва, это Гуру Татва. Махапрабу сам послал, Махапрабу сам сказал Прадимна Мишри. Прадимна Мишра, да. Он обратился к Махапрабу. Я хочу слушать Кришна Катху от Тебя. Махапрабу сказал, но ты настолько удача, что ты развил желание слушать Кришна Катху. Иди, иди к Рай Рамананды. Обратись к Нему. Он знает Кришна Катху. Я не знаю. Он знает. На самом деле преданный знает все. Преданный знает. Пчела знает. Каков вкус меда. Лотос не знает. Корова не знает. Теленок знает вкус молока. Кришна не знает. Не знает какова преданность. Поэтому он принимает настроение преданного. Кришна принимает настроение преданного. Махапрабу лично давал наставления про Демна Мишери. Иногда такой вопрос возникает. А кто чистый? Шлупруппада все дал в своих книгах. Горуда все время говорил. Все есть в Искон. Это наша ответственность. Но Прабхупада сказал все. Если кто-то не контролирует чувства, может быть, откуда это? Я попробую вам показать. Если кто-то не контролирует чувства, он не квалифицирован, чтобы быть учеником, и он не квалифицирован, чтобы стать гуру. Прабхупада сказал так. Да. Мы всегда подсчитываем, кто такой гуру, но мы забываем об ученике. Ученик сам еще не обладает способностью быть учеником. Он не способен принять эту милостивую энергию. Да. И поэтому милость Нитянанды Прабхупа поможет нам. Чем больше мы будем молиться дорогим преданным Нитянанды Прабхупу, гуру, в этом настроении предания, в настроении молитвы, в настроении служения, тем больше мы будем зрелыми. Магапрабхупу лично сказал Прадюмне Миши обратиться к Райрамананду. И когда Прадюмне Миши увидел Райрамананду, он сказал, нет, он не подходящая кандидатура, чтобы его слушать. После того, как Магапрабхуп дал наставление, его зрение поменялось. И что говорить о нас? Магапрабхупу лично дал ему наставление. Я не знаю Кришна Катху. Обратись к Райрамананду. Но когда он обратился к Райрамананду, он стал измерять Райрамананду с помощью материального зрения. Вы знаете, как Райрамананду надевал юных девочек. Это было Гопи Бхава. Настроение Гопи. Прадюмне Миши он вернулся. Магапрабхуп. Магапрабхуп сказал, ты не знаешь, что он более велик, чем я. Хотя он семейный человек грехаста. Он контролирует все свои чувства. Никого такого нет, как он. Вы не можете никого сравнить с Райрамананду. Даже я, Саньяси, у меня есть страх перед женщиной. Это Магапрабхуп говорит. Смотрите, как Магапрабхуп прославляет. Он высоко оценивает Райрамананду. И это Гуру Татва. Обратитесь к предному. Кришна говорит об этом. Очень сложно. Это милостивая энергия. Это не означает, что я Гуру. Я могу говорить так. Вы не должны смотреть, измерять человека. Мы должны смотреть милостивую энергию. Видеть милостивую энергию, которая нисходит на этого человека. Как Шилл Пруппад говорил. Вы можете осознать, вы можете познать, кто нестет эту милостивую энергию. Чья это энергия? Эта энергия Гуру. Эта энергия этого человека, понимаете? Предположим, я Гуру. И вы не видите мою энергию, вы видите энергию Гуру. А Гуру является чьей энергией? Является энергией Радарани и Нитянанды Прабу. Вы должны все это увидеть. Тогда это называется Гуру Даршан. И как вы сможете это увидеть? Это его энергия. Если мы предаемся, мы молимся, мы слышим, то же самое энергия не зайдет на нас, спустится на нас и проявится перед нами. Наш Гуру Даршан говорил столько тонких вещей. Сейчас уже время осознать это. Гуру Даршан говорил нам, в духовной сфере все приходит с помощью откровения. Это проявляется само. Это все должно проявиться. Мы воспеваем, но маха-мантра не проявляется перед нами. Мы служим Гуру, мы посещаем Гуру Пуджи, мы молимся Шилы Прабхупаде, настроение Шилы Прабхупада. Но это не проявлено для нас. Это должно проявиться. И это проявление зависит от вашего предания, служения, от вашей молитвы. Все абсолютно поменяется, когда вы подниметесь на уровень бхавы, экстатической любви. Итак, Гуру Татва означает энергия Радхарани, энергия Нитянанды. Это энергия. И мы должны молиться. Должны молиться Нитянанды Прабхупаде. Если кто-то хочет познать, кто такой Гуру, Гуру означает, кто несет на себе эту милостивую энергию. Это Гуру. Пожалуйста, помоги мне. Я не знаю, кто является твоим спутником, кто несет эту энергию милости. Ты знаешь, это твоя энергия. Пожалуйста, пролей милость на меня. И по его милости это будет в процессе откровения раскрыто. И эта энергия проявится. Мы скажем, о да. И тогда сверхдуша поможет нам, потому что она находится внутри нашего сердца. Каждое мгновение у нас есть столько желаний. Мы говорим, это хорошо, это плохо. Это так, это так. Окей, это нет. Мы говорим, это плохо, это хорошо. Но кто мы такие, кто вы такие, знает только сверхдуша. Смотрите, все есть. Какие у меня желания в сердце? Это знает Гуру. Это знает сверхдуша. Это знает Кришна. На духовном пути мы не можем обмануть никого. Мы можем только обмануть самих себя. Шастра-гурат-марука, Апанакея-джанана. Кришна-мор прабхутрата-дживерха-яй-джяна. Это милость Кришны с помощью шастры, которая проявится перед нами. И это Чистан-Чаритамрита отделила. И Гуру, это первая энергия, которая хочет помочь обусловленной души. И это процесс, когда откровение приходит. Поэтому Крабху, когда общался с Прадимной Мишей, он сказал, обратись к Раманадзираи. Очень трудно. Милость Радарани и Нитянанды, это есть Гуру Тату. Можем видеть случай Шри Васа. Магапрабу очень любит Шри Васа. А почему? Почему? Мы знаем, что Нитянанды Прабу оставался в доме Шри Вас Пандиты. Вы знаете все эти люди. На самом деле, Магапрабу пытался проверить Нитянанды Прабу. Как Магапрабу как Магапрабу насколько его преданные выражают почтение этой Гуру Тату. Он поклонялся преданным. Бхакта-бхактиман. Раньше я говорил это. Мы умные, а Кришна умнее нас. Кто умнее? Кто умнее? Мы не умные. Кришна самый умный. Мы поклоняемся Кришне. Но Кришна поклоняется преданным. Десятая песня. 86 глава. 58 стих. В этом стихе вы можете увидеть, что Кришна предан своему преданному, а мы напрямую предались Кришне. поэтому иногда мы проигрываем. День и ночь, день и ночь, день и ночь, день и ночь. Мы изучаем что-то, учимся, а результат ноль. Мы даже теряем веру, потому что мы не предались преданному. Вы знаете, что эти две параллельные вещи должны служить Кришне? Мы должны развить нашу преданность Кришне через преданного. Итак, в первую очередь, мы должны обрести преданность преданному. И это естественно, это естественно. И тогда милостивая энергия придет. Почему Нитянанда Прабху Почему Махапрабху пытался проверить Шриваса? Вы знаете, как Махапрабху лично устроил Весапуджу для Нитянанды Прабху. Я хочу устроить Весапуджу для Нитянанды. Таким образом, он хотел научить нас. Мы должны оказывать почтение чистым преданным. И кто чистый? На самом деле, если вы искренне, вы должны молиться, вы должны плакать. Понимаете? Смотрите, я не очень продвинутый преданный, но у меня есть вера в чистых преданных, стопроцентная. И эта вера есть. Что они говорят, Ачарьи Вай Пурушови, да? Что Шривас Пруппат сказал, что Ачарьи сказали все. Иногда, вы знаете, мы оказываем почтение миллионерам. О, смотрите, это миллионер, как в Индии, кроропатия, мы говорим, в Индии, кроропатия. На кому вы выражаете почтение? Когда я пришел сюда, я вспомнил, что мы выражаем почтение преданным, мы выражаем почтение гуру. А кому теперь мы выражаем почтение? Почему мы этой личности выражаем почтение? Например, миллионеру. Потому что у него есть миллион рупий. Понимаете? Поэтому почтение приходит из-за этого богатства. Из-за этого богатства. Потому что он владеет этим богатством. он обладает. А гуру обладает этой любовью. Чистые преданные обладают этой любовью. И поэтому Кришна выражает им почтение, потому что они обладают этой любовью, богатством этой любви. Мы не должны говорить, это куру, это обычный человек. Нет, мы должны смотреть, у него есть любовь или нет. Мы должны молиться. И нет другого пути в духовной жизни. Столько философий существует. Всю жизнь вы можете обсуждать эти философии. Вы никогда не закончите. Но все откроется нам согласно нашему преданию, нашему служению, нашим молитвам. Аначе мы будем измышлять. Этот хороший, этот плохой, этот такой, этот такой. Кришна знает, кто есть кто. Обратитесь к Кришне. Кришна проявит все для вас. И все, конец. Поэтому Махаправу сказал, Шривас, почему ты держишь у себя Нитянанду? Ты домохозяин, но он саньясь, он никаким обычаям не следует. Вы знаете, саньясь должны нести данду. У Нитянанды, у него не было данды, у него была металлическая палочка, как у преданного Шривы. А иногда он обнаженный, ходил перед женщинами. Это вообще не обязанность саньясь. Саньясь, когда он принимает просад, когда он принимает умовение, никто не должен видеть, согласно Смрити. Это должно быть секретно. А он обнаженный. Иногда у него была каупина, иногда он был обнажен. И часто Нитянанды Прабу обращался к Малине, к жене Шриваса. Ты должна покормить меня грудью. Он саньясь, а Малине – это мадыржи. И Малине должна покормить Нитянанду. Вы знаете, как мать, она кормит, кормит маленьких детей, и у них слезы появляются. У Нитянанду у него тоже слезы появлялись, когда она его кормила. Махапрабу однажды спросил Шриваса, ты знаешь касту Нитянанды? Смотри, ты живешь в обществе, там есть кастовая система. А я даже никогда не спрашивал, какая каста у Нитянанды? Он Браманг, Шатри, Ващ. Махапрабу сказал, у меня есть сомнения в его касте. Смотрите, саньясье, который не следует ашраму саньясь. Он не следует ашраму. Пусть хотя бы в армии следует. Пусть следует кастовой системе хотя бы. Ты знаешь? Он даже не спрашивал. Поэтому лучше его выпроводи за дверь. Выпроводи его за дверь. И что сказал Шриваса? Знаменитый стих. Знаете, сахаджи, они обращаются к своему гуру. Дхаринитянанда. Дхаринитянанда. Все вас говорит. Ты знаешь, это моя вера. Это моя вера. Вера приходит. Вера не приходит из ума. Вера не приходит из разума. Если вы будете молиться, если вы придадитесь, если вы будете служить в молитвенном настроении, тогда вера придет к вам. Помилостит сверху души. Сверху душа все контролирует. Она даст вам веру. Это будет беспримесная вера. Вы можете продолжать. Не то, что сегодня... У меня есть вера в праупаду, а завтра встречу к какому-нибудь саду, который более возвышен, чем праупаду. Нет, тогда у нас сломудрия нет. Чистоты нет. Наш разум осквернил все это. Создал все это скверно. Да. Никто не подобен моему духовному учительству. Вы понимаете? Это очень сложная тема. Очень сложная тема для духовной души. Пока не осознает милостивую энергию, он будет все время измерять внешнее, выражать почтение, просить милости, но сердце вам все время будет торговаться, торговаться, как на рынке мы торгуемся, когда покупаем какие-то овощи. Все время торгуемся. Когда мы изучаем шастры, мой гурдов никогда не говорил этого. Когда встретил какой-нибудь саду, он саду говорит Расататву. Мой гурдов никогда такого не говорил. Это не гурдаршан. Никто не подобен моему духовному учительству. Вы знаете, нет необходимости убеждать наш ум. Мы должны естественным образом служить, естественным образом предаться, естественным образом молиться. И тогда сверхдуша сама проявит для нас все это, естественным образом. И этот стих, Мадираджавани, Дари Нитянанда, Мадираджавани, Джади, если Нитянанда пробует отправиться в дом проститутки, если Нитянанда пробует пить вино, все равно я скажу, что ему поклоняется даже Господь Брама, что говорит обо мне. Даже Брама ему поклоняется, когда Махабрабы стал танцевать. Как ты узнал о Нитянанде? Что это означает? Что это значит? О, ты распознал Гурдарху. Ты распознал Гурдарху. Как ты смог? Ты знаешь, я лично отправил Парадюм на Мишру, и он не смог распознать Райрамананду. Но как ты распознал? О, это милость Нитянанда, это милость Нитянанда. Поэтому ты распознал Нитянанду. Это не наши силы. Знаете, Кришна Аскавраджа с вами говорит, мы черепь из упражнений, но все равно, я думаю, наше положение еще ниже. Мы не соответствуем уровню червя в испражнениях Вайшнава. Не, может быть, червь в испражнениях собаки. Может быть, в испражнениях собаки. Столько плохих качеств у нас, столько ложной гордости. Когда мы пришли в Вайшнавизм, что делать? Я обычно говорю на оре, кого мы будем тут обвинять? Поэтому мы должны молиться гуру, праупаде, всем ачарям. Я твой, я хороший или плохой, я не знаю, но я принадлежу тебе. Ты должен спасти меня. Я всегда приводил этот пример. Собаки, они могут видеть собаку. Смотрите, у нее четыре ноги. И две ноги сзади, они сломаны. Мы можем видеть, как она страдает, эта собака. Без милости наша жизнь подобна этому. И много раз преданные задают вопрос. Я должен молиться. Мы думаем, что мы должны молиться до какого-то уровня. До какого-то уровня. Нет, Радарани все время молятся. Служение, предание и молитва продолжаются вплоть до Галуки Вриндавана. Вы можете быть возвышенным или нет, но если вы прекратите молиться, если вы прекратите предание, если вы прекратите свое служение, то милость и энергия исчезнет от вас. Как эта милостивая энергия не зайдет, как мы уже обсуждали, Прадиман Мишра не смог распознать. Рай Раманандам. А Шривас Пандит распознал по милости Нитянанды. Хорошо. Теперь Валаба Ачария. В Каши Маапруба был там, Рупа Гасвами был там и Валаба Ачария был там. Но Валаба Ачария Маапруба сказал, Валаба, Рупа Гасвами – это мусульманин, он из мусульманской, из мусульманского прошлого. Но сразу же Валаба Ачария сказал, «Нет, он чистый преданный». Потому что Святое Имя постоянно слетает с его уст. Гарри Кишна, Гарри Кишна, Кишна Кишна, Гарри Рам, Гарри Рам, Гарри Рам, Рам, Гарри Рам. Смотрите, кажется, что он распознал. Нет. Он распознал только с помощью своего разума. Насколько трудно распознать эту милостивую энергию. Йоги-та-вичары. Кто может распознать? Йоги-та-вичары, Кичу-на-и-па-и-то-мара-ка-ру-на-сара. Это единственный момент, который мы можем сказать. Я обычно на Ории об этом проповедую. Мы проповедуем, мы создаем храм, мы служим. Мы делаем все, но мы забываем одну вещь. Яси-а-праса-адат-бхагават-праса-аду. Мы помним столько шлок наизусть, столько философии. Но мы забываем эту вещь. Яси-а-праса-адат-бхагават-праса-аду. Кто может распознать эту милостивую энергию? Йоги-та-вичары, Кичу-на-и-па-и-то-мара-ка-ру-на-сара. Я просто продолжаю свою духовную жизнь. Я живу здесь только по Твоей милости. Каждый день мы должны молиться. И это и есть Гуру-пуджа. И это каждое мгновение мы должны молиться. Но что самое опасное, что Бхакстан Зарасвад так вот сказал. Даже если мы на мгновение забудем об этом, об этих вещах, что у меня нет никакой квалификации, и я должен продолжать свою духовную жизнь только по благословению этих очариев, если мы позабудем об этих благословениях, то сразу же мая наделит нас дополнительным желанием. И так, каждое мгновение мы должны продолжать. это шиши-эсва-бхава, это настроение предного мы должны культивировать. Оно очень... Развить это очень легко, но продолжать это настроение, то есть быть учеником очень легко, но настроение приобрести очень трудно. У меня нет никакой квалификации, я просто продолжаю свою духовную жизнь. Мне нужна Твоя милость. Если Ты не проливешь милость, я буду плакать, плакать и плакать и плакать. И это поклонение Шри Гуру. И это поклонение превосходит просто... Когда мы... Чем просто мы предлагаем гирлянды, умываем столпы, кормим Гуру, мы думаем, что это настоящее поклонение. Каждое мгновение мы должны молиться. Когда мы воспеваем, что бы мы ни делали, какое бы служение мы ни совершали, мы должны думать, это милость Гуру. Это милостивая энергия. Если мы будем так молиться, тогда эта милостивая энергия проявится для нас. И эта милостивая энергия не зайдет, спустится на нас. Каким образом? Мы говорили о Рупе Гасвами, потому что это Гуру Татва. Многие вещи приходят в мой ум, но у нас нет времени сейчас. Я должен уже закончить. Итак, Рупа Гасвами, Валаба Ачария частично осознала, опираясь на шастры только, с помощью шастрического знания. Он воспевает все время Харе Кришна, наверное, Он чистый предный. Но Он не смог принять настроение Рупа Гасвами, потому что Он не предался Рупе. Поэтому Рупа Гасвами, Его милость, Он не смог получить милость Рупа Гасвами. Настроение Рупа Гасвами, когда кто-то предается милостивой энергии. Смотрите, иногда какой-то недостаток возникает. Много-много лет мы практиковали, и вдруг что-то возникло, какой-то недостаток всплыл. Как Шила Прупа Гасвами говорил, каждый может пасть в своем возвышенном положении в любое мгновение в этом материальном мире. И это две вещи. Между гуру, гуру означает милостивой энергии, и ученик. Когда ученик предается милостивой энергии, когда он молится, служит гуру в системе Ачарьев, тогда милостивая энергия будет контролировать его таким образом. Это милостивая энергия. А это наши молитвы, наше служение. Если мы откажемся от этого, то теперь ошибки возникнут. И это происходит. Никто не может сказать, что наша духовная жизнь безопасности пока мы не будем защищены верховной личностью Бога. Поэтому мы должны молиться. И в особенности мы должны воспевать очень искренне. Очень искренне. Хареи Кришна, Хареи Кришна, 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 Гареи Гареи, Гареи Рама, Гареи Рама, 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 Гареи Гареи. Вы знаете, что случилось? Как нам контролировать себя? Постоянно материальный поток исходит из нашего разума. Это материальный мир. Наши отец и мать, они не были святыми людьми. Они дали нам рождение. Они наслаждались друг с другом. И мы родились. То есть это материальный поток, материальное влияние. У нас есть материальный разум. И как нам контролировать все это? Когда мы предаемся милостивой энергии, когда это настроение, как можем сказать, передается, когда мы предаемся системе ачарьев, то это настроение ачарьев проявится для нас. Это зависит от предания, служения и молитвы. И хотя Валабачарь осознал Рупу Гасами только с помощью шастер, но не предался Рупе Гасами. Бхатистан Срасвадь Токур говорит, его настроение Рупу Манджари никогда не проявилось для Валабачари. Поэтому Махапрабу отверг комментарий Валабачари. Это доказательство. Джаганатхапури. Махапрабу сказал, я не хочу даже слушать. Я не хочу даже слушать. Потому что ты не предался Рупе Гасаме. Ты не предался. Это означает, что милостивая энергия не проявилась для тебя. Поэтому какие бы ты комментарии ни написал, там какое-то знание есть, там что-то есть. В особенности, если ты не предался преданному. Поэтому это процесс предания. Вы должны молиться, вы должны предаться, вы должны служить. И это продолжающийся поток. Поэтому... И как это... Милостивая энергия спустит на нас. 8.16.22 Обратиться к духовному учителю крайне важно. Истинный духовный учител это тот, кто получил милость своего гуру. И это есть милостивую энергию. Он своего гуру милость получил. Мы должны предаться духовному учителю. Мы должны предаться. Нет другого пути. Мы, наверное, должны закончить лекцию, да? Уже 12, да? Хорошо. Десять минут. Десять минут. Через пять минут я остановлюсь и пять минут вопроса. Хорошо. Итак, обратиться к истинному духовному учителю крайне необходимо. Истинный духовный учител это тот, кто получил милость своего гуру. Получил милость. Мы получаем. Мы получатели. Мы получаем милость. Это означает, мы получаем по Парампури, от Радарани, от Нитянанды Прабу. Эта милость нисходит через Ачарьев, через Нитисида Ачарьев. Если мы предаемся, если мы служим, если мы молимся, согласно процентам нашего предания мы можем получить эту милость. Чтобы осознать эту милость и энергию, мы должны осознать гуру. Поэтому говорится, я себя Прасадат, Бхагават Прасада. Прабхупада говорит, в противном случае будет большой хаос и беспорядок. Пока мы не получим милость с Духовным Учителем, наша духовная жизнь будет полностью беспорядочна. Прабхупада говорит, обратиться к истинному Духовному Учителю крайне важно. Истинный Духовный Учитель тот, кто получил милость своего гуру, который тоже является истинным, потому что получил милость своего гуру. И такова система. И нет другого пути. Мы должны получить. Так или иначе, мы должны получить. Это все равно, что животное, знаете, когда они совершают жертвоприношение огненное, они иногда приносят животных в жертву. И они ножом делают порез на шею. почему майя должна делать нам этот порез, отрезать нам голову. Пусть лучше гуру отрежет нам голову. нет другого пути. Нужно молиться прабхупаде, гуру варге, ачаре, пожалуйста, защитите меня. Пожалуйста, контролируйте меня. Это гуру пуджа, это въяса пуджа. Это въяса пуджа. Мы должны питать тебе это настроение. Без этой милости я не смогу практиковать духовную жизнь. Шелкруппады говорит, кто тоже является истинным, потому что он получил милость своего гуру. И это называется система парампуры. Что такое система парампуры? Это система парампуры. На самом деле, если вы хотите продолжать эту миссию, систему парампуры, вы должны все время молиться, должны все время предаваться. И когда милость прольется на вас, тогда невозможное станет возможным. до этого вы были железом, а теперь вы стали драгоценностью. Ратна, спаршамани, это означает философским камнем. Это милость. Это наша единственная квалификация. Нет другого пути, нет другого пути. Есть также много еще других вещей, которые я могу сказать. и ученик, это последнее. Читание Черетамта Мадьялила, 7.15. Я забыл об этом сказать. и ученик, комментарии, какова квалификация ученика? Ученик, у которого есть любовь к духовному учителю. По милости духовного учителя все сокровенное знание, все сокровенное знание, если у кого-то есть любовь к духовному учителю, тогда все знание придет к нему. И это бальзам, умащающий нас, наши глаза. Я слуга Гу, я слуга Вайшнава. И тогда все знание проявится. Все сокровенное знание. Шивушидара с вами комментирует, говорит, и это слово снегдхасья означает према ватага. Слово према ватага означает, что у человека есть величайшая любовь к духовному учителю. Да. Мы обусловлены души. Если мы голодные, если мы больные, если наши желания не исполнились, то где наша любовь, где наш духовный учитель? При всему конец. Мы обусловленные души. Мы должны молиться, мы должны все время молиться. Поэтому мы должны молиться лотусным стопам всех ачарьев Вайшнава. Пожалуйста, помогите мне, чтобы я мог продолжать это настроение ученика, чтобы я мог служить, предаваться и молиться. Большое спасибо. Может быть, кто-то задаст вопросы? Харьи, гешна, махараж, большое вам спасибо за то, что просветили нас важностью милостивой энергии. я понял этот момент, что мы должны предаться и молиться, чтобы получить милостивую энергию. И у нас должна быть бесприместная вера. И внешне можем предаться, но внутренне можем сравнивать. Смотрите, это духовное самоубийство. Да. Всегда говорят духовное самоубийство. Яси Дэви Параабактир, яси Дэви Татагуров. Очень сильная. Мараж, я хочу понять, что значит молиться? Вы сказали предание и служение. Да. Но предание и служение это взаимосвязанные вещи. Как их разделить? Пока вы не предадите, вы не сможете служить. Я хочу предаться тебе. Пока я не предамся тебе, я не смогу служить тебе. Это служение будет только официальным. Это будет просто официальным служением. Когда я предаюсь тебе, тогда ты проявишься, твое настроение проявится для меня. Итак, откровение зависит от предания. Ты хочешь воды, я приношу тебе молоко. Хотя я служу тебе, но ты не предался. Я служу тебе, но ты не предался. Но я не предался. Поэтому то, что ты хочешь, для меня не проявлено. Когда какой-то старший преданный дает приказ, в нашей духовной жизни мы должны молиться. Мы живем и молимся. Мы продолжаем свою духовную жизнь, молимся. и в нашей будущей духовной жизни мы будем также молиться. И можем прочитать комментарии, что Шивопрубат сказал оба Джамиле. Я прошу всех членов Искон воспевать 16 кругов. И пока вы не будете молиться, это очень опасное место. Нет шансов спастись. И так пока вы не предадите, вы не сможете молиться. и пока вы не предадите, вы не сможете служить. Поэтому в Искон, когда вы приходите, там есть кто-то старший, и кто создает проблемы в нашем предании, ложное эго. Но это духовная сфера, у нас нет никакой квалификации. И чтобы это осознать, мы должны следовать тому, кто предался духовному учителю. Почему мы выражаем почтение старшим? Потому что они предали своему гуру. Мы должны следовать за ними. И тогда естественным образом мы научимся у них, как служить, как предаться. Без предания мы не сможем служить. Радарани предавалась, Чандравали предавалась, но по-разному. Но Кришна обращался к Чандравали, обещая Радарани, но отправлялся к Чандравали. И кто-то может подумать, что Чандравали более великая, чем Рада, понимаете? Но предание Радарани, она знает, как доставить удовольствие Кришне. Чандравали немножко другое желание. Абиман у нее есть такой. Кришна мой, Кришна только мой, моя собственность, у меня есть право, только у меня право на Кришну. Аурадарани другой, я принадлежу Кришне. Смотрите, настроение предания на Галуке Вриндаване, даже такое различие есть, небольшое. Я принадлежу Гуру, я не Саньяси. Я принадлежу Гуру. Я просто собака, я твоя собака. Очень сложное положение. Осознать положение ученика очень трудно. Имя, слава, положение, престиж, все там есть. Но если у нас это собачье настроение, так что Крапат сказал, что кармическое настроение это собачье настроение. В духовной сфере мы должны положить конец собачьему настроению. Я принадлежу только Гуру. Моя жизнь принадлежит Ачаре. Пожалуйста, защитите меня, спасите меня, помогите мне, без сомнения. Все это придет к нам. Просто молитесь. И мы знаем, насколько далеко мы можем зайти. маленький ребенок. Он держит за руку. Родители держат ребенка за руку, чтобы он ходил. И мы такие же. Кури и Кришна поддерживают нас изнутри. и на каждом шагу они защищают нас. Да, препятствия придут. В этом нет сомнений. Но эти ступеньки, ведущие Кришне, столько препятствий, вызовов. И мы научимся терпеть. Это единственный путь, как Шил-Прупада говорил нашему духовному учителю. Терпи и сотрудничай. И тогда ты сможешь продолжать эту миссию. Большое спасибо. Теперь уже пора заканчивать. Махарадж пришел. Большое спасибо. Ученик Шил-Прупада Махарадж пришел. Мне нужна милость от всех учеников Шил-Прупада, от всех старших Вашнавов, всех Дамбаси, от всех Вас. Пожалуйста, простите меня, мой английский не очень хороший. Продолжение Махараджи ки 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 махараджи в следующем классе. Может быть, следующая лекция позволит мне больше рассказать о Грутатаху. В следующем лекции Харе Кришна. Самбит башна бхакта брундак ки нитай гор праманан дэ Харе Харе Бол Харе Кришна Харе Кришна Харе Кришна Кришна